Хочу все успевать, но ничего не получается. У меня никогда не хватает времени. Хотите увидеть, где мы теряем время? Тренер по тайм-менеджменту Ольга Демьянова ведет реальную открытую сессию. Привет. Здравствуйте. Расскажи о себе. И потом запрос, с чем ты пришла. Меня зовут Кристина, мне 19 лет. Я обучаюсь в КФУ на третьем курсе на телевизионной журналистике и параллельно работаю корреспондентом на Универ ТВ. Мой запрос, как совмещать личную жизнь с рабочими моментами. А что тебя сейчас не устраивает? Скорее, не устраивает то, что, по большей части, я на работе и я прихожу домой примерно часов 8. То есть, по сути, у меня есть время, чтобы потом чем-то заниматься, но как раз таки получается так, что либо я на работе долго задерживаюсь, либо же я прихожу домой уставшей и мне не хочется делать ничего. А как бы ты хотел, чтобы было? Ну, как минимум, наверное, хотелось бы уходить с работы намного раньше. Примерно даже часа в 4-5. Ну, это прям максимально. Потому что уже потом хочется заниматься какими-то своими делами, а не сидеть в офисе, можно сказать, целый день. Вот. И дальше идти на какие-то свои... Ну, по своим увлечениям. То есть, опять же-таки, спортсменка просто. Вот. Хочется ходить в зал элементарно, там даже на какие-то, возможно, посещать мероприятия. У тебя какой нормированный, ненормированный рабочий график? По сути, нормированный график. Просто бывают моменты, когда кто-то из ребят не успевает что-то сделать, либо мы в целом задерживаемся вместе, потому что у нас общий проект. И если какие-то правки вносятся, то мы должны вовремя все это сделать. Вот. Но иногда, можно сказать, первую половину рабочего дня все равно приходишь, это утро, и тебе не хочется делать ничего. И, по сути, работа откладывается часов на 11. Хотя приходим мы в 9, но начинаем работать мы намного позже. Вот тоже, мне кажется, с этим проблемы. Угу. Ну, смотри, в утреннее время можно чем-то, как бы, есть какие-то срочные дела, которые можно делать? Можно, на самом деле, ставить съемки, допустим, утром, но это, на самом деле, трудновато. Все равно немножечко, наверное, как будто бы воспринимается по-другому, более осознанно там съемки, как-то приход к нему, именно в обед, либо ближе к вечеру. Смотри, если я сейчас тебя попрошу сделать вот такое упражнение, вот, допустим, твой рабочий день. Твой рабочий день, да, то есть во сколько он у тебя начинается? В 9. В 9.00. В 9.00. Угу. И заканчивается он? Ну, обычно в 6, вообще в 6 тоже. Нет, во сколько ты уходишь с работы фактически? В 8.00. Так, ты уходишь, значит, по факту. Угу. Фактически в 20.00, а, в принципе, ты до скольки работаешь? В 6.00. То есть такое, ну, норма, да? Угу. Запишем, норма, это 18 часов. Вот теперь смотри, ты можешь мне разложить на какие-то временные спринты, чем ты занимаешься? Ольга Демьянова. Ученый. Исследователь. Доктор экономических наук. Профессор. Заведующая кафедрой экономики производства Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Наставник Сколкова. Бизнес-тренер и тренер по тайм-менеджменту. Ольга Владимировна говорит, чтобы сейчас оставаться результативным, нужно своевременно настраивать графики своего личного и рабочего времени. Я сама системно оптимизирую свои графики и обучаю этому. Ты вот сейчас примерно распиши свой обычный рабочий день. Ты можешь прям расписывать, что вы там делаете. Если вы ничего не делаете, то есть ты говоришь там, ну, как бы вот сижу там. Да. Ты можешь еще сказать, что, например, ты не помнишь, что это делаешь, это нормально все. Так, ну, я сразу поставлю вот так вот, 12.00 и час. Это обед. Вот это прям, старая стабильно, как бы, описать, наверное, лучше здесь, я думаю. Это обед? Обед. То есть обед как проходит? Ну, обычно мы заказываем еду, вот, и все это время, по сути, сидим в офисе, просто как-то отвлекаемся, там, в соцсети, возможно, как-то заходим. Ну, просто вот такие нерабочие моменты. Вот в это время, скорее, можно сказать, очень маленькая активность. Как-то хочется сделать побольше, но при этом не получается этого сделать. Вот. С 13.00 до 4.00. Это, скорее, активная работа над сюжетом. То есть это выезды, это написание текста к сюжету. Потом начинается монтаж. Ну, обычно, наверное, думаю, часов до шести, я думаю. И то, возможно, на 18.30 где-то так. Потому что все равно стараюсь как можно лучше сделать сюжет, поэтому очень много времени этому уделяю. Монтаж. Ну, вот, и примерно вот это вот время, по сути, до 20.00, это, ну, как бы, вношение каких-то правок. То есть это правки. Да и в целом как будто бы все. Планируешь ли ты свой день вот списком? Ну, списком нет, но примерно какие-то понимания есть. Потому что я не могу приехать на работу, допустим, и не знать, что я буду делать вечером. То есть для меня конкретно вот я ставлю все равно задачи то, что вот, допустим, вечером у меня тренировка. Значит, нужно постараться уйти вот примерно в этом промежутке. Вот. Но, опять же таки, видимо, прыгал как раз таки вот в этой части. Потому что если бы, возможно, я сместила что-то, допустим, этот пункт нас сюда, и, конечно, это же бы тоже подвинулось, то, возможно, я бы уходила чуть раньше. Ну, это классно, что ты как бы это-то увидела. У меня еще вопрос такой, вот смотри, выезды, монтаж, работа с текстом, это индивидуальная работа или все-таки командная? Вот здесь как у вас организован труд ваш? Ну, выезд, на самом деле, командный. Написание текста и монтаж это индивидуальный. Первую половину дня, можно сказать, то есть ты на лайте, на расслабоне. Дальше ты работаешь совместно. Выезд, то есть это какая-то проектная работа, монтаж, да? А, нет, монтаж и правка это уже... Личное. Это личное, то есть ты там одна работаешь. Ты еще сказала, что иногда остаешься из-за того, что вы делаете какие-то командные вещи. То есть это про что? Потому что мы собираем все сюжеты в один выпуск. И непосредственно, если кто-то из ребят ушел пораньше, нужно за этого человека сделать какую-то работу. Или элементарно просмотреть весь выпуск на ошибки. Тоже немало времени занимает. Когда вы понимаете, что эту работу нужно сделать? Она известна как в 9 утра? Нет, когда собираются все сюжеты. Вот, у всех ребят. То есть если у всех ребят будет все готово к 6, мы начнем это в 6 делать. Если будет готово в 4, мы готовы хоть в 4 начать это делать. Есть ли какие-то у вас временные тайминги, сдача сюжетов? Например, то, что вот на следующую неделю такие-такие-то сюжеты. То есть вот если посмотреть неделю не день, а неделю в неделю. Ну, есть примерный план, но у нас обычно официальные мероприятия, которые иногда не предугадать. То есть за день, за полтора дня максимум, но не больше. Остальные это уже заготовки скорее. Много их таких вот официальных, то есть? Официальных, ну, в день как минимум одно-два мероприятия. Вот. Это каждый день? Каждый день, да. Потому что в КФУ проходят каждый день какие-то официальные встречи, пленарные свидания. То есть это непредвиденные такие, которые нужно вот прямо сейчас. Но есть еще план на неделю, но иногда мероприятия отменяются. То есть как бы тоже заранее текст не напишешь к ним. Либо же что-то идет немножко по другому плану на этих мероприятиях. А вот смотри, вы остаетесь в основном, когда это плановые, или все-таки это вот такие официальные, непланируемые? Ну, скорее официальные, плановые. Потому что они требуют больше проверки. Плановые или официальные, которые внеплановые? Вот на плановые или на внеплановые? На плановые. То есть получается, что те задачи, которые плановые у вас определены, вы на них остаетесь? Да. И задерживаетесь именно? Ну, чтобы проверить, и потом на следующий день не прийти там раньше, либо наоборот позже. Уйти с работы. Угу. Смотри, я тебе сейчас подсвечу некоторые моменты. Первое. Ну, ты уже сама сказала, что это до 12 особо ничего не делаем. И второй момент. Вы задерживаетесь в тот момент, когда вы делаете плановую работу. То есть это ту, которая известна в течение недели. Угу. Как тебе такое? Ну, на самом деле, да, вот я бы этот момент тоже поправила, но не всегда, возможно, это зависит от меня. Что вот в этих делах, которые плановые, на которые вы остаетесь, зависит от тебя? Что ты можешь из своей позиции улучшить? Ну, возможно, проверка текста. Что бы ты сделала, чтобы вот этих затягивающих встреч, которые по плановой работе, не было? Наверное, стало бы во время работы за ребятами немножечко следить. Хоть это не мои обязанности, но, возможно, как-то их подгонять, чтобы они быстрее закончили работу. Потому что, если бы они раньше заканчивали, то скорее бы мы... Ну, вот где-то вот здесь уже все. То есть мы начинали правки вносить. То есть стать таким лидером, да, неформальным, чтобы... Чуть-чуть лидером, да, скорее так. Ну, потому что, если хочешь делать, ну, как уж хорошо, сделай сам. Вот я, наверное, по такому принципу работаю. Ну, как тебе стать неформальным лидером? Конечно, хорошо. Ну, на самом деле, да, я частенько занимала лидерские позиции, поэтому в целом не проблема для меня, скорее так. И тогда получается, что момент до обеда, на самом деле, вот до обеда можно планировать все такие энергозатратные вещи, которые связаны, может быть, даже с написанием там креативного текста, может быть, пока команда вся, наверное, в первой половине дня. Вот. А второй момент, это все-таки посмотреть, почему по плановым задачам все-таки вы отстаетесь, да. То есть, казалось бы, внезапные задачи возникают, а вы их отрабатываете быстрее, чем плановые. А на плановых, получается, вы, ну, тормозите, да, получается. И вот это время, как раз вот этот люфт с шести до восьми, это приличное время. Угу. Я думаю, что у нас в обеда времени есть такая роль в командах, который держит время, чтобы фокусировать каждого на выполнении дела. Это тоже очень классно. Потому что команда — это такой живой организм. И если будет внутри достаточно комфортный и неформальный лидер, это тоже очень классно. А для тебя это, ну, прокачка компетенций, лидерство. Какой будет твой шаг в отношении решения запроса? Я думаю, что привнести правки в первую половину рабочего дня. То есть все-таки сюда, да, какие-то вещи? По большей части сюда сделать, да. Потому что я помню, когда я приходила в девять, тоже, ну, приносила эти задачи на утро, и на самом деле уходила раньше. Вау! Ну, можно сказать, снимала с себя небольшую ответственность за вот эти вот правки. То есть я знала, что мой сюжет готов, значит, все хорошо. А остальные ребята проверяли сами свои сюжеты. Вот. Велом успеху! Спасибо! Спасибо!